Приветствую вас, Ирина, давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте, ну который вы опубликовали. Смотрите, ваш вопрос, ваш текст, он состоит из нескольких частей. Во-первых, регулярные изменения это показатель проблем в отношениях, проблем в отношениях ваших. Это показатель проблем в отношениях не обязательно в плане секса. То есть это может быть вообще совсем другая проблема, проблема ваших отношений, которая просто нашла своё такое вот выражение, да, в сексуальном контексте, в сексуальной сфере, но проблема с сексом не связана. Вот. И важно понимать, что в этой проблеме вы принимаете прямое участие. То есть ваш муж, он вам изменял, в том числе и потому, что ему чего-то не хватало, в том числе и потому, что есть какие-то трудности у вас в отношениях. И нужно, в первую очередь, нужно понять и разобраться в том, следствием чего является измена вашего мужа. Почему, почему измены вашего мужа, обратно говоря, ну вот, стали возможными, да, то есть что их, ну, что их, грубо говоря, запускало, да, что их запустило, что запустило измены вашего мужа, да, и какие вот у этого, здесь есть, грубо говоря, основания, да, то есть почему муж, образно говоря, решил вам изменяться, да, почему он решил это делать. Вот. Это, мне кажется, такое принципиально. Принципиальный взгляд на ситуацию. Вот. То, что он, как вы говорите, стёр с телефона её, там, прочее-прочее, это ни о чём не говорит, в смысле, проблему это не решит. И я уверен, что, сейчас, вот, то недоверие, которое у вас может быть, ну, между вами может быть, вот, то недоверие, оно, вот, это самое недоверие, если оно есть, то оно, вот, ну, оно поддерживается именно, потому что вы не очень, не очень хорошо понимаете, почему же муж вам изменяет. Вот. То есть у вас позиция такая, что я более ухоженная, я более красивая, и вы, в общем и целом, эм, эм, сравниваете себя с любовницей. А это ключевая ошибка, потому что, если вы себя сравниваете, значит, у вас есть эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ отношений, отношений с мужем и некое восприятие вообще человека, вот. Дальше, вот смотрите, жалкое унылое существо-любовница, да, то есть попытка принести её, опять же, чтобы что, чтобы восстановить статус-кво в своём восприятии себя. У меня мучает вопрос, почему она появилась, и почему после связи он продолжал, после связи, мне очень понятно, продолжал писать письма и возить вкусность, мне очень понятно, после связи с кем и кому возить вкусность, вот, но любовница появилась именно по той простой причине, что человеку чего-то не хватало, вот. И дело, как я уже сказал, да, дело не в сексе, вот, а в ваших отношениях. И уж точно дело, дело не в том, кто там более, кто там более ухоженный, кто там более красивый, потому что всё это, ну, достаточно субъективно, вот. И вы здесь, на мой взгляд, допускаете такую ошибку, сравнивая себя, потому что, ну, сравнивая себя просто, а, а, мы их, потому что всё-таки вы разные люди, и разные женщины, вот, и, на мой взгляд, вы обесцениваете, как раз таких, как раз такие, себя тем, что сравниваете, вот. Ну, вы, надо сказать, не красите себя же и тем, что называете любовницу, любовницу, жагов, жагов существом. Это вас тоже не красит, потому что, ну, получается, что вы всё-таки воспринимаете её, как угрозу. А, дальше, почему я это терплю? А, потому что это называется зависимостью национальной, зависимостью от башнила. Занозу любви я могла бы вырвать из сердца, да, любовь это не заноза, а то, о чем говорите вы здесь, это не совсем любовь, это не про любовь. Он не даёт развод, обещать, откладывать и так далее. Ну, вы же понимаете, что развести вас могут и без его согласия, и через суд. Другой вопрос, что вы, ну, оправдываетесь, вы оправдываетесь, вы ищете оправдание, по сути, своему нежеланию разводиться. Вот. И вы не можете признать того фактом, что разводиться вы не хотите. Вот, к сожалению. А мужа, на мужа просто перекладывать ответственность здесь. Я его люблю, но терпеть не намерено, ну, вы уже терпите. Он прорывал к нему всякую часть и стёр телефону. А, прикину, выкинули, почему это всё произошло, или просто запретом? Его никто не держит, детей нет, имущество готово оставить. В общем, ваш вопрос. Чтобы понять, почему появилась любовница, нужно сделать анализ ваших отношений. Отношения можно гармонизировать. Если вы хотите развести, поможем пережить развод и разобраться всё, разобраться в себе. Если вы чувствуете обиду, поработаем мы с этим, с травмой, которая представляет из себя измена. Поработаем с этим. Вопрос там, чего вы хотите? Здесь вопрос не в том, почему появилась любовница, а как. Здесь вопрос в том, как вы это переживаете. Здесь вопрос в том, как вам из этой ситуации максимально безболезненно для себя выйти. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо.